Мы приветствуем, уважаемые коллеги, на брифинге службы центральных коммуникаций. На нашей площадке с разъяснениями положительных аспектов интеграции для экономики Казахстана регулярно выступают члены правительства, представители экспертного сообщества, депутаты и бизнесмены. На 21-й сессии Ассамблеи народа Казахстана глава государства Машултан Азарбаев подчеркнул важность и значение интеграционных процессов для дальнейшего развития нашей страны и отметил, что все интеграционные шаги должны быть подкреплены народной дипломатией. И сегодня у нас в гостях представители Ассамблеи народа Казахстана, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, депутат Сената парламента Республики Казахстан Анатолий Афанасьевич Башмаков, профессор кафедры ЮНЕСКО по вопросам межэтнической и религиозной толерантности Евразийского национального университета имени Льва Николаевича Гумилёва Адили Курманзаковича Ахметов и руководитель Центра по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений Академии Государственного управления при президенте Казахстана, председатель научно-экспертного совета АНК Айгулька Кимбековна Садвакасова. Мы благодарим вас за участие в нашем брифинге и, Анатолий Афанасьевич, я передаю вам слово. Пожалуйста. Рахмет, спасибо. Хайр лэ кон, саляма циздармя, кроме ты, арептистер, тостар. Дорогие друзья, я в свою очередь хочу от нашей группы, участвующей сегодня в брифинге, поблагодарить вас за приглашение еще раз встретиться с уважаемыми журналистами, чтобы донести нашу позицию, нашу точку зрения относительно 29 мая, когда президенты трех государств нашей страны, Нарсултан Назарбаев, Белоруссии и России, юридически оформили и подписали договор, союзный договор, Евразийский экономический союз. Сейчас почти все средства массовой информации в трех наших странах, и в электронных СМИ, и в печатных СМИ, да и просто в публичных выступлениях касаются этого вопроса. И позвольте нам тоже высказать свою точку зрения. Вообще, я бы так сказал, что современный мир переживает две, казалось бы, взаимоисключающих тенденции. С одной стороны, мир углубляется и расширяет процесс глобальной интеграции, о чем подтверждает последние 15-20 лет расширение этого глобального процесса. Он касается технологий, экономики по существу всех стран мира. Причем даже те, которые еще вчера в полусонном, так сказать, состоянии находились, их экономики, они сегодня уже сами пытаются ввязаться в этот глобальный процесс. И я считаю, это вполне нормально. Единственное, на этот счет есть разные точки зрения, скажем, в той же самой Японии, которая одна из успешных экономик страны. Но что касается вопросов мировоззренческих, духовных, культуры, языка, своей национальной идентичности, они предельно осторожны, потому что здесь они не ввязываются в глобальные процессы. Вторая тенденция, которая находится, на мой взгляд, внутри вот этой общей глобальной системы, формируются региональные интеграционные объединения. И таким является, скажем, Европейский экономический союз. Вообще более 50 всяких больших, крупных, региональных, трехсторонних, пятисторонних интеграций существует в мире. Я считаю, что созданный 29 мая у нас здесь регионального объединения. Я вижу вот в этой тенденции три составляющие, характеристики. Ну, прежде всего, конечно, это доминанта экономическая, ради чего и был создан, и будет работать Евразийский экономический союз. Я повторяю, это не политическое образование, не военное образование. И здесь, тот, кто хоть сколько-то сомневается, в этом тысячелестовом договоре, черным по белому написано, что ни одна страна, входящая в этот договор, она не теряет своего политического или государственного суверенитета. Это только экономическое образование. Будет существовать две надстроечные структуры. Это Евразийская экономическая комиссия и суд. В обеих этих субстанциях будет равно представлено количество представителей всех трех субъектов, входящих в это образование. То есть здесь мы ничего не теряем. Кроме того, есть главный компонент этого договора. Ни одна из стран, входящих в этот союз, не должна в них довлеть решение этого экономического союза, этих структур. То есть мы первичны в выполнении своих конституционных прав и свобод. То есть не нарушаются здесь никакие вопросы. И вторая компонента, кроме экономического, я считаю, что это культурная доминанта. Это культурно, это вопросы межэтнических отношений. И, собственно говоря, я не знаю, будут ли такие вопросы или нет, но они уже у меня на встречах со студентами, в коллективах, когда я как депутат выезжал в свою Северокостанскую область, задавали вопрос, а в чем будет, собственно говоря, отличие Евразийского экономического союза от европейского. Я думаю, по своим чисто экономическим, технологическим вопросам у нас много будет идентичного, потому что мы не скрываем, мы сегодня за основу берем некоторую уже наработанную практику и опыт, созданный за 20 с лишним лет в Европейском экономическом союзе. Хотя и там не без проблем. Вы видите, там уже есть первые симптомы, так сказать, разобщенности этого Европейского экономического союза. Вспомните заявление Кэмерона о том, что он ставит политический вопрос, но он угрожает выйти из состава Европейского экономического союза. Такой же отголосок сегодня существует в Греции, в Португалии, в Испании и так далее. Но мне кажется, главная особенность Евразийского экономического союза должна базироваться на его нравственных, духовных, исторической общности, на нашей общности ментальной евразийской, на нашей вообще общности народов, проживавших некогда в одной стране. И это для меня является, наверное, главной предпосылкой. Это как духовная скрепа. Это очень важно. Конечно, преследуя свои экономические цели, мне кажется, мы крепче, роднее, ближе должны стать, потому что сегодня мир этого требует. И последнее, когда будет две составляющих успешно развиваться, то есть экономическая часть, а у нас здесь огромный потенциал, рассчитывая на то, что у нас большие людские ресурсы, высокая степень грамотности вот всех граждан, проживающих в Казахстане, России, Белоруссии. У нас высокие еще с тех времен технологические, и хозяйственные связи, и плюс вот этот фактор нашей этнополитической общности, мы, наверное, предпосылки создадим и для определенных действий наших руководителей в вопросах высокой политики. Потому что без этого, без консолидации, в том числе и на международной мировой арене, наверное, не может существовать ни одно экономическое образование. Вот я бы хотел, если очень коротко, высказать свою точку зрения на эти проблемы, заключая еще раз тем, что великий русский тюрколог Лев Николаевич Гумилев в своей теории этногенеза еще раз подчеркнул о близости тюрков и славян, а если так уж конкретно говорить, русских, казахов, украинцев, евреев, поляков, все, кто здесь проживает в нашей лаборатории дружбы народов, в нашей духовной мекке, какой является сегодня наша страна, вот это элементы пассионарности, которые обретают более новое, качественное вот свое проявление в комплементарности, то есть в похожести, взаимодополняемости, вот это и есть фактор, который должен нам помочь обеспечить экономическое развитие уже вновь рожденного экономического и уразийского союза. Рахмет. Я хочу, дорогие друзья, слово предоставить Ахмедову Адилю Курманжановичу, человек с большим опытом, он сам бывший заместитель министра иностранных дел, чрезвычайно полномочный посол, он бывший сенатор, ученый, автор многих книг, поэтому Адике вам слово. Анатолий Афанасович, он в самом деле не так и не отвечает, а в том, что мы скажем, мы говорим, кто кого-то. Только согласие, Но я делаю, и что желаю. И что желаю? В том числе, в том числе, много депутаты, и какие-тоocrеты приходят. То есть, сколько экономический отдел. То есть, что говорит, Шетелдик инвесторинг 27-н отырсы олды. А теперь, как вы спросите, вы не спросите? Например, вы знаете, что Казахстан был в большом вектора сайта? Нет, нет. Казахстан, сандартные сайты и большом вектором сайта в основном, в основном, в Астане. Ассана экономикалық форума, оның адамын қатысқан. Ол жыл сайын өте бірет. Дәл соғыздерде Ресейде Петербургталда сондай форума өтті. Көп деген контрактарға қол қойылды. Ресейде өзінің көп фекторлі сайысатын жүргізбер атыр. Бүгін Ақпарат құралдарын оқы отырсам, Белорусия Африкамен байланыс жасауадыр. Кытаймен байланыс жасауадыр. Міне бұл деген жыңағы қол қойылған тарихи құжаттың біздің екі жақты көп жақты байланыстарымызға ешқандай кере әсерінің жоғы кенін көрсетеді. Ал енді қыраншы, кеше ғына қостынайда Тайота компаниясының өкілі бірге отырып, көлік шығыратын заводтың ашылғанда өзіріңіз көл олдыңыздар. Бұл не? Қазағыстанның көп бектірлі экономикалық саясатының бір көрінісі өшердегі. Ал енді бұрында біздерге инвестерлер көп келетін, ал бұдан бұлай одаңда көп келеті. Неге дейсіз ғой? Бұрын көп келетін біз оғанды риза бөл жүретіміз. Бір жағынан инвестерлер не ұрлым тұтынушылар көп жерге келеді? Қытайға неге көп инвестерлер келеді? Себе миллиард тұған тұтынушылар бар. Ал біздің бұрын 17 қына миллион тұтынушыларымыз бұлатын болса, қаза біздің 170 миллион тұтынушыларға ашығыратын өлімдеріміз бұлады енді. Қазақстанның инвестициялық климат өті жоғары енді, мұсал үшін жаға жапондар келіп атыр, қарелдер келіп атыр, басқа мемлекеттер келіп атыр. Кешағына бұрабайда біздің президент инвестерлер кенгесінің мүшелеріне керемет жаңалыға айтты. Оң инвестиция тұрғысынан мұқты Қазақстанға инвестиция келіп жатқа мемлекеттерінің азаматтарына визасыз кірпшуға оқсатты. Визасыз. Оның үшінде Америка құрамаштаттары тұр, оның үшінде Италия тұр, оның үшінде Недерланд тұр, оның үшінде Корея тұр, Джапония тұр, басқа Малайзия сияқты мемлекеттер тұр. Бұл не деген сөз? Бұл деген сөз енді сол мемлекеттердегі инвесторлар емін еркін келетті Қазақстанның инвестициялық климатына байланысты, жаңақы салыққа байланысты көп жегіліктер бар, заң қалдан батыр қой. Жаңақы корпоративтік салық жегілдей батыр, мүлікке салынатын салық жегілдей батыр. Егер де осындай мүмкіндіктер қай жерде көп болса, инвесторлар сөз жүрге келеді. Енді Қазақстанның мүмкіндігімен әлөөті артат сөт. Ал қалққа не білеттейтін болсаңыз, инвесторлар не ғұрлым көп келеді болса, сол ғұрлым біріккен кәсі орындары ашылатын болса, әлемдік стандартқа сайкес табырлар шығарылатын болса, онында біздің әлөөтіміз, экономикалық әлөөтіміз артат. Салқта көп көбейеді, жұмыс орындары ашылады, қалққа пайдасы осы деп ойлайым мен. Сондықтан біз ғош жағынан келуіміз керек. Жаңағы анау-мынау әңгімелер айтыла береді. Шешілмегі мәсілдер жоқ деп айтығы олмайды. Бар, оны өткенде өздеріңізді байқадыңыздар. Мен осыған байланысты бір мәселен айтайым. Өткенде өбразиялық экономикалық одақ жөндегі келісімшартыға қолғайлардың дәл алында, Қазастанның кәсіп ерлерінің ұлттық палатасы жаңағы мүнбеттік құжатты сараптап шығып, біздің өкіметімізден президентімізге 120 ұсыны сенгізген. Соның 90 пайыз қабылданды. Сөйтті дегі экономикаға қатсы жоқ дүниелердің бәрліғы сылынып алып қыстады. Таза, прагматикалық, экономикалық одақ құрылды. Аленді біз жан жағымызға қырағымыз керек. Европа одағы құрылғалында алпысты жылдай болды. Әлі де проблемасы бар. Толуатыр. Кебір өлілері шығам деп жатқандар да бар. Өткені көш жүрет сөйледі. Бірден осы жүріп көтпейді. Мінеке енді біздің мақсатымыз, мінеке қол қойылдеген бәрі автомат түрді жаңағы құйылады екенде бойлама күрек. Ол туралын біздің президенті анығы айттығой. Нағыз білекті сұванып тастап жұмыстейдің кез енді келді. Сағын қасыпкерлерге. Емінер күн жүріп тұрады. Тавар айын айналып тұрады емінер күн. Ақша айналып тұрады. Қызмет түрлері айналып тұрады. Оның бәрліғын сіздер жақсы білесістер. Ақпарат құралдарының өкілдерістер. Сіздерден артық білетінш кім жоқ. Біздер тек қалққа осыны жақсы тап түсіндіріміз керек. Сондықтан жұмыс басталып бетті. Евразиялық экономикалық одақ еңді жұмыс дей бастайды. Қазақстанның басқа өзімізбен әрпетестерімізден артықшылығы, инвестициялық климатының жақсылығы. Бұны үш кімде жоққа шығар алмайды. Әсіресе бұл салада президент өте екпінді жұмыс, белсенді жұмыс жасып жатыр. Министерліктер белсенді жұмыс жасып жатыр. Міна жаңақы индустриялығындар ұдың екінші 5 жылдығы басталып жатыр. Көп деген жаңа өнеркәсіптер ашылады. Ең негізгі мәселе бізің түйгеніміз. Біз егер де дұрыс дамимыз десек, өнеркәсіптерді біріккен өзімізді ашымыз кәк. Біріншіден жұмыссыздық жойлады. Екіншіден әлемдік стандартқа сайкес таварлар шығады. Оларды експортқа шығаратын болса, 107 миллионға. Онында Қазағыстанға түсетін байда шаш әтектен болады. Деп түйіміз керек. Ошы жүрді мен тұқтайын, өткен 5 минуттен артық сөйлегу болмайдын мен жақсы білем. Рахмет Адиль Курманжаныч, я, дорогие коллеги, хотел сказать, что сейчас Адиль Курманжаныч представляет Евразийский университет имени Кумилёва. Он является профессором кафедры толерантности, созданной. Она единственная в Казахстане, кафедра ЮНЕСКО. Занимается вопросами межэтнической религиозной толерантности. Прежде чем предоставить слово Айгуль Капимбековны, я хочу вам сказать, что наша позиция отношения Ассамблей народа Казахстана, которую мы сейчас представляем, мы сразу же обратились к гражданам нашей страны со своей точкой зрения, поддерживаем этот Евразийский экономический союз. И в контексте нашего понимания с точки зрения этнической, межрелигиозной, межнациональной культуры отношений, мы, еще раз повторяю, склонны рассчитывать на то, что и наши экономические вопросы будут решаться успешнее, чем будет успешнее решаться наши братские, дружеские, союзнические, духовно-нравственные, мировоззренческие отношения стран, входящих в это объединение. Я слово предоставляю Айгуль Капимбековне с адвокасовой. Она является руководителем Центра по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений Академии Госуправления при Президенте. Кроме того, она является председателем научно-экспертного совета АНК, доктор социологических наук. Пожалуйста, Айгуль Капимбековне. Рахмет, қайырлы күн, құрметтіғы бақыралық ақпарат құрылдарының өкілдері. Мен осы аңгымені дәл Анатолия Фаначи тоқтанан жерден бастайын дейедім. Шыны мен да 29-шы мамыр күні, келісімшартқа қол қойылған күні, Қазақстан Халқы Ассамблеясы өзінің үндеуін жариялады. Соның үшінде өз қолдауын және осы экономикалық интеграцияға жасалған қадам біздің болашағымызға 21-шы ғастырда экономикалық жүйеде алатын орынымызға нақты өзінің бағасын берді. Арине, бұның үшінде алда кележатқан жұмыс өте көп болды. Тек қане біз сіздермен сол келесім шартыққа қол қойылған кезіндік қане көрдік алдында кеденді қодақ, экономикалық кеністік, соның бәрі қызмет жасалып жатты, соның екі жақты қарымқатнастар тұғыз байланыста жатты. Қазақстан әрдайым Еуропа және Азия ортасында мемлекеттерді, елдерді байланыстырып отырған қалық. Сондықтан бұл жерде біз бір күнде келдік осындай шешімге деп әрине айтуға ешқандай мүмкіншілік жоқ. Сонымен ғатар Қазақстан Қалқы Азамблеясы әрдайым осы Қазақстанның ұлттық бірлігін және қоғамдық келісімін сақтайы отыра, екі жақты қарымқатнастарды Ресей қалқымен және Беларусия қалқымен тұғыз байланыстыра отырады. Осы мақсатта, осы бағытта жасалған бір неше шараларда айтып өтек. Мысалы, біздің ғасамблеяның әрдайым жүргіп жатқан үлкен-үлкен жобалары осы екі шеғаралық қарымқатнастарды нұғайту саласында, мысалы, Атрау қаласында әрдайым дос жүрегін шеғара бөле алмайды деген екі жақты фестивал өткізіледі. Шығыс Қазақстанда сондай Қалғаралық фестивал Белаводия деп аталады. Омыс қаласында төрінші Қалғаралық фестивал өтеді. Сонымен ғатар Татарстаннан келетін үлкен қонақтармен бірге Сабантуй мерекесі Қазақстанның өңір-өңірлерінде өтіп жатады. Батыс Қазақстанда атын болсақ, бұл жерде Батыс Қазақстан облысы Ресейдің 5 федерацияның субъектілермен қарым қатына жасап жатады. Бұл жердеді жылдан жылға осындай үлкен үш шаралар өтіп жатады. Мысалы, Евразийскі Междуре чедеген Қалғаралық интеграциялық конгресс осы 2014 жылыда өтті. Екі жақты қарым қатына, сонымен ғатар Беларус қалқымен да ғалым саласында, мәденет саласында, сауда саттық арасында әрдайым жүріп жатқан жағдай. Бірақ сонымен ғатар жаңадан қол қойған экономикалық интеграция, әрине ол мүмкіншіліктерді арғарай дамытатын және қазірғы қалық аралық жағдайдағы келісім шарттарды. Сонымен ғатар бірін-бірінмен тұғыз бір жақты мез бірнеше жақты қарым қатынастарды қалыптастыруға жағдай жасайтын экономикалық кенестіктеп соған нақты сенеміз. Ал егерде қалықтың көз қарасын алатын болсақ, өткен жылы Қасынан ғалқа ассамблеясы және мәденет министерлегі екі жақты зертте өткізгенеді. Қазақстанның шег арасында орналасқан қалық және Ресей Федерациясын ар жағында орналасқан қалық екі жақтан сауалынама жүргізгенде, бір-біріңізге қарым қатынастар қандай қазақстанды қалай қабылдайсыздар, немесе қазақстандықтарға Ресей Федерациясын қалай қабылдайсыздар деген сұрақ қойған кезде, міндет өттірде біздің арамыз, қарым қатынастарымыз өте тұғыз, ғасырлар бойы жалғасып жатқан кеністігіміз бір, мәденетіміз ортақ деген жауап алған едік. Меніңше осы да біздің экономикалық интеграцияның алға жүретінің өзінің жоғарғы белсенді орын алатына көмән келтірмейді. Рақмет. Добрый день, Асхат Ниязов, Седьмой канал. Как ассамблея народа Казахстана? Вы наверняка сейчас рассказывали про проекты совместные, какие в России вы осуществляете. Хотелось бы уточнить про Белоруссию. В Белоруссии какие вы мероприятия планируете или уже проводятся в рамках ассамблеи народа Казахстана? Рахмет, очень хороший вопрос. Я думаю, что задолго еще до юридического оформления Евразийского экономического союза, я вот как депутат парламента, как депутат Сената, хочу сказать, что у нас в парламенте, в обеих палатах, в том числе в Сенате, созданы и действуют группы сотрудничества Казахстана и Белоруссии в том числе. Мы периодически выезжаем туда и на культурном, духовном, образовательном уровне мы еще встречаемся в Санкт-Петербурге. Вы знаете, там есть межпарламентская ассамблея народа Казахстана. Я хочу сказать, что у нас никогда не прекращались на этом духовном, образовательном уровне связи с Белоруссией. Но результатом вы знаете, что Беларусь является одним из активных экономических партнеров Казахстана. Даже здесь у нас есть три крупных магазина с белорусской мебелью. Очень хорошо девушки, женщины знают, что белорусская трикотажная вся эта продукция одна из мировых трендов, один из мировых трендов пользуется. Ну и сейчас, естественно, мы договорились о том, чтобы углублять наши отношения. То есть они не должны быть в ущемленном, например, между Казахстаном и Россией. Если кто из вас, ребята, был на одной из наших таких встреч, я вам рассказывал. Сегодня Айгулька Кимбекна говорила, например. Я был участником ровно год тому назад встречи, форум дружбы в Омске. Мы впервые поставили вопрос, и наша просьба была руководством Омской области выполнена, когда не просто это был вечер дружбы, там прозвучали песни, танцы наши национальные, а доклад, с которым выступало первое лицо области, председатель парламента, у них называется «Законодательное собрание», с докладом о роли казахской культурной автономии, они так называют, в социально-экономическом развитии Омской области. Глубочайший был анализ, сколько проживает этнических казахов, выходцев из Казахстана, Оороса, там немцы, кто приехал туда, где какие должности занимаются, сколько обучаются, сколько школ с казахским языком обучения. И сегодня, на сегодняшний день, я хочу сказать, что там дополнительно открываются, там где нет возможности школ открыть на казахском языке, открываются факультативы по изучению казахского языка, в университете есть отделение по подготовке учителей на казахском языке, преподавание, в педучилище такое есть, и расширяется количество вещания на радио, на телевидении, на нашем казахском языке. Я думаю, и с Белоруссией мы тоже самое хотим продолжать аналогично такую же работу. В ближайшее время какие-то проекты с Белоруссией есть? Можете назвать? Я вот прямо сейчас не могу конкретно какую-то встречу на духовном уровне, но сейчас дополнить мой ответ Айголька Кембекова. Что касается проектов вообще по Белоруссии и по странам СНГ, например, есть такой у нас большой проект, который уже несколько лет ведет Ассамблея народа Казахстана, память во имя будущего. Вы знаете, что 31 мая – это день жертв памяти политических репрессий и голода в Казахстане, и на базе Ассамблеи народа Казахстана этот проект развивается. В 2009-2010 году состоялись большие форумы, куда были приглашены дети, которые сидели вместе со своими мамами в лагере Алжир, который находится здесь у нас под Астаной. И там были представители, и Белоруссия активно сюда подключилась. Этот проект продолжающийся, он идет каждый год, он и с Россией, и с Кыргызстаном, и с Украиной. Затем это память наших воинов, освободителей Белоруссии в период Великой Отечественной войны. То есть это те именно страницы истории, которые объединяют наши народы. В следующем году мы планируем провести ряд мероприятий уже и в Минске, и в Москве по году Ассамблеи народа Казахстана. Как вы знаете, 2015 год объявлен годом Ассамблеи народа Казахстана, и эти контакты будут дальше укрепляться и развиваться. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Добрый день. Гулина Тулешева, «Казахстанская правда». У меня такой вопрос. Известно, что в Казахстане, в России, в Белоруссии разные, скажем, уровни развития экономик. И как вы считаете, может ли это помешать или каким-то образом негативно отразиться в целом на интеграционных процессах? Спасибо. Спасибо. Разрешите мне тогда. Действительно, мы же вообще когда-то вышли, так сказать, из одного гнезда с единой плановой экономикой, с единой идеологией, с единой философией жизни, с единым, может быть, принципом мироощущения, мировосприятия. А вот эти 23 года самостоятельного развития в какой-то степени внесли различия в экономике. Они совершенно иные, например, в Белоруссии. Они несколько отличаются у нас и в России. Но мне кажется, что основные принципы у нас идентичны. И это не должно помешать для нашего интеграционного процесса в экономике. Наоборот, это будет сближать наши экономики. Слабее же вот сейчас будет входить к нам, например, Киргизия. Совершенно со слабой экономикой. У них нет еще законодательной базы. То же самое считается и в Армении. Но это, я думаю, должно только нас сближать. Кроме того, не бояться, может быть, даже в перспективе войти в состав Евразийско-экономического союза, Вьетнам, Израиль с высокотехнологичной промышленностью и отраслями своей экономики и так далее. Я думаю, что этого нам бояться не следует. Спасибо. Пожалуйста. Следующий вопрос. Здравствуйте. Жарма Хамбетова Айнур, информационное агентство Биньюз. У меня такой вопрос. Ассамблея – это общегражданский институт, который находится вне политики и экономики. Но все равно хотелось бы уточнить, есть ли у Ассамблеи опыт именно культурного сотрудничества со странами Евразийского экономического союза? И какое сотрудничество запланировано на ближайшие годы? Спасибо. Спасибо. Ну, примерно мы, по-моему, уже ответили на этот вопрос, потому что действительно Ассамблея народа Казахстана, она работает в направлении укрепления национального единства. И здесь вопросы, которые касаются сотрудничества, они напрямую связаны и с внутренней нашей моделью. Вот эта модель, которая сформировалась в Казахстане по межэтнической толерантности и общественному согласию, она действительно вызывает интерес. К примеру, уже года три назад впервые эта казахстанская модель, она была презентована в Московском государственном университете имени Ломоносова и вызвала достаточно живой интерес среди экспертов, среди преподавателей и студентов, поскольку, вы знаете, что вопросы, которые касаются межэтнических отношений, они актуальны для всех стран постсоветского пространства. Российская Федерация также является многосоставным обществом, является поликультурным обществом, и наша модель для них, конечно, интересна. И, в принципе, они где-то уже пошли в этом направлении, создавая единое государство, единую нацию на основе гражданской ее составляющей, на основе поликультурности общественной. Беларусь также сегодня является полиэтничным обществом. Поэтому здесь, я думаю, что те проекты, о которых мы уже сказали, и более того, в гуманитарном направлении, они у нас развиваются и через науку, и через университетское сотрудничество, через сотрудничество в сфере реформ государственного управления, государственной службы. То есть белорусская такая же академия государственного управления при президенте, как и у нас в Казахстане аналогичная, у нас налажены с ними контакты, и такое сотрудничество у нас предполагается. Что касается экономической сферы, допустим, ученые-экономисты Белоруссии, находясь уже в составе таможенного союза, и они видели вот те вопросы, которые у нас будут, к примеру, по интеграции и по передвижению интеллектуального капитала, рабочей силы. То есть в рамках таможенного союза уже было видно, куда эти потоки направляются, и где развиваются наиболее технологичные сферы. Они предлагали свои новые модели, и наши казахстанские, а также и российские ученые тоже обсуждают сегодня этот вопрос. И я думаю, что с созданием уже конкретно с момента действия экономического союза эти вопросы, они будут еще теснее обсуждаться, и уже, наверное, придем к каким-то совместным решениям. Спасибо, Игорь Кокимбековна. Я думаю, что маленькое дополнение. Вы очень хороший, толковый, умный вопрос задали, и это вопрос, который требует постоянного внимания. Я думаю, что руководство нашей ассамблеи именно не политизирует проблемы, которые связаны с этнополитикой. Мы называем этнополитикой. Мне кажется, в иерархии ценностей самая тонкая, самая ранимая сфера – это вот межнациональные отношения. Их нельзя идеологизировать, их нельзя политизировать. Я думаю, что главной проблемой, которую сегодня переживает наша братская Украина – это и есть вопросы идеологизации, политизации межнациональных отношений. Оно, как украинообщество, как и мы, когда-то вышли из СССР, является ярким примером традиционного общества, где не должны эти вопросы повторяться. И там, где допускается эта ошибка, обязательно будут вот такие плачевные результаты. Спасибо. Ещё вопросы, ребята? Пожалуйста. Секундочку, вопрос с регионом. Пожалуйста, регионы. Так, регионы нет. Пожалуйста, задавайте Ваши вопросы. Ещё раз здравствуйте. Алёна Кузуб, газета «Вечерняя Астана». Вот в ходе выступления уже говорилось о сходствах и различиях между Евразийским экономическим союзом и ЕС. А можете ли Вы выделить какие-нибудь ключевые отличия между ЕС и другими предшествующими формами интеграции? Спасибо. Между Евразийским экономическим. Ну да, европейский. Ну, я думаю, вообще, наверное, все существующие сегодня более 50 образований, если АН, например, и взять Евразийский наш экономический союз или Европа, они, конечно же, имеют свои отличия. Они уже, там признаки отличия могут быть и географическая среда, и сырьевые признаки, может быть, даже этническая сторона. Ну, то же самое, например, Евразийский, вернее, Европейский экономический союз сегодня переживает период, вот, я думаю, тут явно сказывается теория мультикультурализма на развитие даже самого Европейского экономического союза. Вы же видите, как, например, сегодня в Германии уже против, например, Ангела Меркель выступают целые политические партии относительно того, что почему мы так много сегодня, там около 6 миллионов турок работают, например, цыгане. Особенно сейчас они противостоят появлению беженцев из восточных бывших советских республик. Недавно показывали телевидение, сколько теперь из Украины, например. То есть это накладывает и на особенность Европейского экономического союза. А так, в целом, я думаю, что есть общие, константы, которые определяет любое экономическое образование. Это законы рынка, это законы прибыли, это законы получения, ну, каких-то преференций с точки зрения выгоды сотрудничества. Спасибо. Пожалуйста, телеканал СТВ. СТВ телеканал Женергия Жуматаява. Мену сурағым. Жақындағана парламент қабырғасында Нурлан Жазылбеков нанаймаселен көтерді. Мәжелісмен. Ресей елінде қазақ мельтептерің саны жылса иң кемп пара жатыр деген. Сіздер сараптама жүргізің зер ма? Шындыққа жанасады ма? Шын болса, оған қында өз үлестеріңізі қосылдастыр. Бұл месең шешуден. Рахмед, кім жауы берет? Әрине, Ресейдегі білім саласында болып жаттыған дүнеуге үшкім қолсыққайды. Ол Ресейдің үшкісі біріншіден. Бірақ Ресеймелен Қазақстанның арасында аймақтық қарымғатнастар өте жақсы дам келжатырдеп айтымызерек. Біздерден ұқылықтар алып отыр, жыл сайын кезесілер өтіп жатады. Сол сияқты қазақ етіністері тұғыз орнасқан жерлерде Қазақстаннан ұқылық алуға бұдан бұлай ешқандай кедергі болмайды. Өткені кеденді ғодақ жұмыс істептір. Тавар айналығы еркін айналатын боса, тавар деген ол ұқылығы емесі, ол да тавар қой. Қазақ мектептерің саң азайып бар жатырдыға бұл. Ал енді оны азайып бар жатыр дегенде сіз қайданы естедіңіз, оны зерттеу көрек. Нұрлан Жазылбек, сонда ақпарат берді. Нұрлан ақпарат берсе, Нұрлан бір жерге сүйені бәйтті оны. Депутат қой? Ал енді бұл сұрақты депутаттық савалды ретінде Анатолий Афанасевич. Задается вот такой вопрос. Депутат Мажлиса, Жазылбек, по-моем, да, поднял вопрос, что количество казахских школ в России уменьшается с каждым годом. Я, например, такой информацией не владею, но, мне кажется, сделать можно через Министерство образования запросы сделать и конкретный ответ получить на это. А некомпетентный ответ – это не хороший ответ. Правильно? Нет, я лично этим не занимаюсь. Поэтому я конкретно сказать, вот почему так. Ассамблея делает свое дело. Я вам уже ответил. Ассамблея полностью представляет народ Казахстана. Вот поэтому почему… В России де Казах диаспорына кандай көмек бересі, если раз болса, бұл ақпарат? Раз болса, бұл ай-бұл ады. Меса, шын, казыр, в әлім саласында екелдің арасында байланыс жақсы болып тұрғой. Ресейге бар оқиемдеген балларға ешқандай тоқтал жоқ. Ресейдің қазақстанға келемдегендерге ешқандай кедерге жоқ. Ал егерде Ресейдегі қазақ мектептерінен біздерге деген, меса, шын, білім саласындағы азаматтарға өкметке, жағыдай қат сөтін боса, көмек дейтін боса, қазақстан қол үшін еш вақытта бермеймді уайтмайды? Берет арендер. Бұл мәселден түсігі бұлады, бұны тереңдегі зерттеу керек. Жағы өзіңіз айтып отқаныңыз дұрыс, оны зерттеу керек. Зерттеу керек, зерттеу керек, бірау-бірденге дейдікен деп, ала шапқан деген меніңше бұлмайды ол. Алды мен терең зертте, сараптама жүргізіп, соның негізінде көмек біретін бұл атмысақ, береміз. Қандай? Оқылықтар мен? Қазақ мектебінін жабылына жол бермеу, қат жазоу деген онда? Қазақ мектебінін не керек, оқылық керек. Қазақ мектебінін жағы, компьютермен көмектесу керек, ақпарат құралдармен көмектесу керек, Әрине біздегі бар ақпараттары бөлісу керек. Қытап қаналарына күтапygіемізд керек, оқылықтар береміз керек, әдевиет береміз керек. университет. Осындай жадайна кумыктерсуги ешқандай кедерге жоп. Казіргі мұна жаңа саясат пайдалады, жаңа экономикалық емді пайдалана отырып, арнайы барып тұрып, зертеп тұрып, жасауа болады оны. Ешкім оған қолбайлог олмайды. Рахмет. Яғырғы бейінді. Все. Мұқпаймын, чуть-чуть табау, Ле Күрмаджаншы айтып өтті. Мадинет министрік тарабынан жылда қазақстанның тарабынан сол қазақ диаспорасына арналған зертелер өткізіледі. Оның ішінде, нәтижелері бойынша, сондай өтініш немесе сондай мұқтаждық айтылып жатқан жоқ, көмінесе қазақ оқылықтары керектеп жатады. Сондықтан министрік тарабынан ол оқылықтар жеверіліп жатады. Оны тек қани Ресей мемлекетін де емес, сонымен қатар қырғыз, Өзбекистан, қытай мемлекетін де де сондай қазақстан өзінің диаспоралық саясатын мельсенді жүргізіп кележатыр. Сондықтан менің кше бұл жерде да арнайы зертелерек шығар, бірақ көмек қазақстан жағынан барып жатыр және ешқандай кедергі болып жатқан жоқ. Сызгелер Ахмет, регионы, да, пожалуста. Добрый день. В первую очередь, спасибо вам большое за выступление. И у нас такой вопрос. Идея создания евразийской интеграции, как мы знаем, принадлежит главе нашего государства. И в связи с этим такой вопрос. Как вы думаете, что послужило основным импульсом для возникновения такой идеи? Спасибо. Спасибо. Вопрос из Алматы был. Да, интересный, хороший. Но я думаю, что, наверное, в этом и есть величайшая заслуга нашего президента, что еще на заре развития суверенитета в нашей стране, в бывших республиках Советского Союза, которые стали развиваться уже как самостоятельное государство, он своим всем внутренним содержанием почувствовал, что в разнобой, в одиночке нам не преодолеть проблемы, с которыми мы тогда столкнулись. И мне кажется так. Вот в науке есть два понятия интеллекта – познавательный и обычный интеллект. Человек с обычным интеллектом, он видит поверхностную часть явлений, то есть то, что поддается взгляду человеческому, его ощущению. А человек, обладающий интеллектом, способным чувствовать внутреннее развитие, внутренние явления, вот эти тонкости, которые не поддаются видимому взгляду, они способны за несколько шагов вперед это познать. Видимо, у нашего президента вот этот сработал его природный дар, он тогда это почувствовал. Почему? Первым он выступил 20 лет тому назад, именно избрал эту аудиторию какую, МГУ, ученых, которые там занимались проблемами интеграции, проблемами межнациональных отношений. И сегодня подтвердилась его правота, сегодня все президенты признают, что это личная заслуга главы государства Казахстана. И я думаю, что сегодня уже более 10 стран, желающих вступить в этот Евразийский союз, вернее, Евразийский экономический союз, это подтверждение того, что он 20 лет тому назад предугадал и реализовал на практике. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.